Глава Крыма потребовал от подчинённых навести порядок в лесах Симферополя и других городов республики. Зелёные зоны, по словам Сергея Аксёнова, должны служить местом отдыха, а не местом, цитата, куда страшно зайти. Генеральная уборка коснётся и развязок на въезде в крымскую столицу. На всех участках отныне должна быть организована своевременная вырубка сухих деревьев, уборка мусора, а на тропинках, где постоянно ходят люди, необходимо уложить плитку и где возможно провести освещение. Тем не менее, судя по докладу руководителя профильного министерства, убирать леса пока некому. В день работает 87 человек, на каждого из них приходится более 2,5 тысяч гектаров территории. При таком распределении сил и средств вы не уберёте никогда. Примерно до 2050 года 87 человек закончат убирать первый цикл и начнут к второму приступать. В 2051 году. Ну просто надо трезво оценивать ситуацию. Михайлович, понятная картина. Где-то надо привлечение наших организаций, МБУ, ГОРМУПов, в данном случае городских, с дополнительным финансированием, если есть необходимость. Ну, коллеги, ну что это такое? 87 человек будут убирать 230 тысяч гектаров. Это путь в никуда, слово совсем. Решение проблемы в Министерстве экологии и природных ресурсов республики, по крайней мере для Симферополя, всё же нашли. Власти города для 48 участков лесов заключат с Симферопольским лесхозом договор, в котором пропишут необходимые виды работ. В общем, на уборку крымских лесов дополнительно выделят 22 миллиона рублей. В зависимости от выборных видов работ, количества уборки территории от мусора и стоимости контракта, Симферопольский лесхоз примет решение. Или создавать специальное подразделение в составе лесхоза, которое будет заниматься ежедневно только городскими лесами. Или периодически выводить сотрудников лесхоза в город для проведения работы. Кроме того, в этом году лёгкие республики оснастят 10 камерами видеонаблюдения, способными охватывать более 40 тысяч гектаров. К курортному сезону, которому, судя по эпид-обстановке и снятию большинства ограничений, всё же быть. И ещё успешнее прошлогоднего готовят не только крымские леса, но и санатории, а также отели. Средства размещения теперь должны быть обеспечены трёхдневным запасом воды. По словам профильного министра, в прошлом году Крым стал единственным регионом России, который показал рост доходов от туристической сферы. В этом году для удобства туристов также будут приняты нововведения. С этого года полностью ликвидируется понятие сезонных баз стоянок маломерного флота, введено понятие пунктов проката, количество которых зафиксировано в дислокации. Каждый водный мотоцикл, катер или другое средство должно быть приписано круглогодичной базе стоянки. Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах муниципальных образований, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма. С арендаторами пляжей, где не будут соблюдаться требования к работе водного транспорта, власти республики расторгнут договоры. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.